По этой дороге вслякать не пройдешь. Уже несколько лет жители 89-го дома просят свой ЖЭК привести в порядок этот участок. Последнее обещают, но безрезультатно. Даже письмо в мэрию не помогло. Нашему дому 30 лет, будет в августе. За это время ни разу не произведен ремонт дороги. Посмотрите, какие лужи здесь невозможно. Значит, 8 лет назад мы писали в мэрию письмо. Пришел ответ, что ремонт дороги будет произведен, но по сей день воз и ныне там. Сложно подъехать к дому скорой помощи, такси и другим службам. Люди в сырую погоду стараются по этой дороге не ходить. Из-за луж и грязи приходится идти под самым домом. Все, казалось бы, терпимо, говорят люди, но сам дом также нуждается в капитальном ремонте. Плиты на балконах еле держатся, и одна уже обвалилась, рассказывают жители. В тот раз обошлось без жертв. Соседний, 88-й дом, тоже не в лучшем состоянии. Правда, там падают не плиты, а кирпичи со стен. Кирпичи уже вываливаются со стен. Это значит, были случаи, выходили, мы и кирпичи валились хорошо перед носом, а не на голову. Это хорошо не убило никого. Подъезды, дома, крыши – все требует немедленного ремонта, говорят люди. Но пока со стороны ЖЭКа только одно изменение – повышение оплаты за содержание дома. Сумма увеличилась почти в два раза. Причем за что платят, люди не знают. И платим, а повышается, повышается и повышается все. То есть вы утверждаете, что никаких работ у вас здесь не проводите? Нет, девушка. Нет, вот подъезд может заснять, весь развалившийся, любой подъезд. На просьбу жителей подробно расписать услуги, за которые они платят, в ЖЭКе не отреагировали. Сказали, предоставят калькуляцию через два месяца. Показывали мы им распечатку за декабрь месяц, там, где было 113 гривен. Мы не могли понять, за что эти нам назначенные оплаты. Они нам ответили, что распечатка эта через два месяца позже приходит. Не был удачным и наш визит в 54-й ЖЭК. Начальника на месте не оказалось, а сотрудники ответить на наши вопросы не решились. Самостоятельно решать проблемы с коммунальщиками уже не получается, говорят люди. Поэтому жители улицы Военстрой просят городскую власть обратить внимание на работу 54-го ЖЭКа. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!